Так, попробуй к той руке. С правой руки, как правило, всегда удобно. Так. Так. Ага. Ну вот примерно, да. Только чуть-чуть вот так. У нас же с тобой договорились, да, что голова будет свободная. Так. Плечо, плечо. Вот. А как его подозвину? А вот подозвину. Да, да. Готовая мамаша. Почувствовать себя мамочкой уже сейчас. Именно за этим Галина Чугаева пришла в школу для беременных на занятия по грудному вскармливанию. Женщина ждёт первенца. И знаниями по уходу за ребёнком владеет лишь в теории. Сейчас в интернете всю информацию получаем. Там же такое изобилие, что можно узнать всё и обо всём. А вот эти практические занятия что-то даёт? Ну, буду надеяться, что они мне очень понадобятся в будущем. Потому что здесь и теория, и практика. И очень, мне кажется, в памяти это закрепится. Школа для беременных в женской консультации работает уже много лет. Занятия ведут как специалисты учреждения, так и врачи городского родильного дома. Курс обучения – это две лекции по часу каждая. Мы на первом занятии учим женщину тому, как устроена вообще женская репродуктивная система и как происходит процесс родов. А на втором занятии уже, как и сегодня, мы рассказываем, как женщине кормить, как прикладывать лялечку, в чём преимущество грудного вскармливания по сравнению с искусственным, которые сейчас очень у нас массивно рекламируются. Лекции школы беременных рекомендованы для женщин, которые станут мамами впервые. Но популярностью они пользуются и у тех, кто уже имеет детей. Мамочки с опытом приходят, чтобы освежить подзабытые навыки ухода за младенцем и получить новые знания. Школа грудного вскармливания у нас проводится еженедельно. Мы очень приглашаем всех наших беременных женщин и очень ждём их, чтобы они к нам пришли, а мы их научим. Потому что такие занятия проводятся у нас еженедельно на основании достаточно длительного времени. Это ещё начинала я, будучи простым врачом. Мы проводили здесь большие школы, мы здесь учились и даже рожали, как бы рожали с мужьями. Но сейчас это немножечко упрощено. Но, тем не менее, на наших занятиях женщины могут научиться, как прикладывать. И вообще, как ребёнка-то брать. Потому что некоторые фильмы смотрят, лялечек видят, а как это будет со мной любимой и замечательной, не представляют. Два занятия в школе – это немного, но достаточно для того, чтобы у будущих мам прошли страхи и появилась уверенность в своих силах. Ведь вскоре им предстоит кормить и пеленать уже не пластмассового пупса.